доброе утро я хотел бы поговорить про то как артисту готовится к сведению и вообще о том что нужно знать заказчику музыканту артисту перед тем как обращаться за сведением к стороннему микс инженеру если вы решили что вы отправляете свою песню в первую очередь вам стоит определиться с рядом принципиальных моментов первое убедиться что ваша песня финализирована по аранжировке что нет инструментов которые вы попросите будущего вашего микс инженера выбрать убрать подобрать на свой вкус микс инженер в оптимальной ситуации должен получать проект вашей песни где будут только те инструменты которые необходимы которые приняты вами как продюсером или вашим продюсером аранжировщиком и так далее микс инженер это не аранжировщик не человек который из 20 партий синтезаторов или 30 гитар выберет одну лишь нужную которая подходит вашей музыке микс инженер ждет от вас что вы пришлете проект в котором есть только те элементы которые в песне в музыке нужны поэтому очень важно убедиться что у вас нет никаких там десятков запасных вариантов звуков и так далее второй важный момент как знаете как в кино говорят что если в кадре висит ружье то она когда-нибудь выстрелит также и в проекте который вы отправляете на микс очень важно убедиться что все элементы вашего трекинга необходимы для успешного сведения а бывает так что на микс присылают проекты где ну к примеру гитара записана там восьмию микрофонами или бочка пятью микрофонами и на самом деле в такой ситуации происходит следующее вместо того чтобы весело с интересом и творчески заниматься нашей работой мы проводим три-четыре часа пытаясь понять что же нам хотел сказать инженер записи таким количеством микрофонов пытаемся привести все это в как бы божеский вид и потом уставшие замученные пытаемся за еще несколько часов свести песню когда мы получаем сессии уже подготовленные очищенные от ненужных элементов где сформированы например гитарные звуки там условно говоря эти восемь микрофонов могут быть собраны в один стереотрек чтобы показать видение того человека который записывал или продюсировал песню то мы сразу же практически моментально погружаемся в рабочий процесс и в итоге ну наша творческая энергия тратится больше на формирование вашего звука как заказчика а не на разгребание всяких ультра сложных трекингов состоящих из массы элементов еще один важный момент который стоит проверить если в проекте используется большое количество таких лейерных элементов ну например у вас там шесть бочек или шесть малых барабанов или восемь роялей не знаю очень важно убедиться конечно мы это сделаем потом но у вас много вопросов может сняться если вы проверите как эти элементы взаимодействуют между собой по фазировке аккуратненько пощелкать попереворачивать полярность пощелк послушать что происходит со звуком потому что часто нагромождение тембров связано с тем что в какой-то момент был добавлен второй тембр который вычитал первый к нему был добавлен третий в итоге все это ну складывается в какую-то огромную массу тембров а по сути нужно было может быть просто перевернуть полярность на втором из них следующий важный момент пожалуйста очень рекомендую подписывать все треки все каналы в мульти треки которые вы отправляете на сведение потому что когда мы получаем 60 70 вафайлов которые проименованы аудио 1 е е final abc аудио 25 и так далее мы тратим еще огромное количество время времени на то чтобы понять где и что находится в проекте помимо этого хорошая идея нумеровать каналы грубо говоря ну допустим у нас есть ситуация где у вас есть большое полотно которое вы отправляете на сведение и если вам в какой-то момент понадобится ну к примеру приехать к своему микс инженеру и ну поучаствовать в миксе для того чтобы сохранить структуру проекта такой же какой она была у вас ну к примеру если это большое там ну не знаю киномузыка оркестровое полотно там спецэффекты и прочее то хорошая идея пронумеровать проименовывая пронумеровать каждый трек чтобы в тот момент когда ваш микс инженер импортирует эти треки к себе в сессию они встали к нему в том же самом порядке что и у вас тогда вам будет проще синхронизироваться и у инженеров в сессии сразу будет меньше бардака и больше времени будет уделено непосредственно работе над вашим звуком дальше помимо всех технических моментов с подготовкой сессии есть еще и ряд психологических моментов часто бывает так что люди отдают свой свой проект на сведение какому-то именитому ну вообще хорошему микс инженеру и внутри испытывают благоговение связанное с тем что они ожидают что их песня радикально изменится станет другой и будет звучать как ну как одна из там работы этого микс инженера например но микс инженер не всегда это знает поэтому когда вы отдаете проект на микс очень важно на берегу обсудить чего именно вы ждете от вашего микс инженера от вашего звукорежиссера если вдруг у вас есть какие-то референсы важно человеку об этом сказать и лучше об этом говорить не в середине процесса и не в конце процесса типа а знаешь мы хотели бы вообще-то чтобы это звучало как гриндей а через два дня сказать ну мы бы хотели чтобы это звучало как дипешмод а через три там не знаю как арета франклин все это будет вводить в заблуждение вашего инженера и в итоге растянет процесс и добавит ну в общем риска плохого результата поэтому очень важно в самом начале когда вы отправляете сказать что например мы старались сформировать такое-то звучание это у нас зафиксировано в трекинге но хотелось бы подчеркнуть вот эти элементы эти элементы и для нас если для вас есть что-то важное особо важное в вашей песне о чем бы вы хотели упомянуть стоит обязательно упомянуть об этом в начале работы с инженером чтобы он знал что те или иные элементы для вас представляет особую важность понятно что потом в процессе многократных правок фиксов коррекций и в общем это можно как угодно называть можно будет поменять результат в ту сторону в которую вы хотите но намного лучше синхронизировать ну в общем взгляды на звучание в самом начале процесса когда работа еще не не начата и не так сложно откатываться и менять ну вектор вектор движения скажем так нашего микс обязательно нужно не забыть вложить в архив с файлами ваша дема ну или равмикс который у вас имеется на момент перехода к микс инженеру для чего это важно вы какое-то время жили с песней делали и слушали в машине на работе давали подружки послушать и ну определенно в вашей демке так или иначе есть передан ряд взаимосвязей которые для вас важны и чтобы не тратить время на километровые переписки по электронной почте логично приложить к мультитреку вашу демку чтобы микс инженер мог послушать и понять ну ваше видение и взять оттуда все лучшее и скорректировать какие-то недостатки если это необходимо и в общем ну периодически сверяться с тем с тем миксом который был у вас да технически он может быть несовершенен но зачастую такие вот ну артистические равмиксы очень сильно помогают нам микс инженером по части ну цельности восприятия и вообще одно настроение музыки над которой мы работаем большинство микс инженеров попросят от вас для сведения как они говорят вов файлы с общим стартом или от нуля что это значит и с чем это связано дело в том что все мы работаем в разных рабочих станциях кто то работает в про тулс кто-то работает в studio one кто-то работает в кубейс в риппере и так далее и само собой проект одной рабочей станции невозможно открыть в другой рабочей станции для того чтобы избежать ошибок при трансфере микс инженеры просят предоставить вас вов файлы которые имеют общий старт грубо говоря идея в том чтобы каждый канал вашего мульти трека если мы его поставим в любую рабочую станцию от нулевого такта будет ну как бы звучать в синхроне и играть также как он играет у вас в проекте часто народ спрашивает а не стоит ли перед сведением ну сделать например об обсемплинг в 88 килогерц если я работал в 44 или в 96 или 192 как правило большинству из нас подходят файлы в том разрешении в котором вы над ними работали во-первых в силу того что если все записано в 44 ну большого смысла это ресэмплить 88 по крайней мере на вашей стороне нет во вторых ну если микс инженеру по техническим причинам нужно работать в двойном сэмпл рейте он всегда это может сделать сам и скорее всего с использованием более качественных алгоритмов ресэмплинга поэтому я рекомендую скидывать треки в том в том же формате в котором вы работали над песней помимо технической стороны очень важно рассказать вашему будущему микс инженеру или настоящему о том чего вы ждете от песни эмоционально какое настроение должно преобладать на ваш взгляд в разных частях песни возможно там это не знаю грустный и глубокий бридж или там яркий агрессивный припев иногда таких простых ну эпитетов достаточно для того чтобы передать вашу задумку само собой мы стараемся слушать музыку и анализировать пытаясь понять как в какую сторону эмоционально музыка нас склоняет но не лишним будет сказать своему микс инженеру чего вы ждете эмоционально от музыки вот в целом на самом деле все но если у вас будут какие-то вопросы пишите в комментариях я постараюсь ответить спасибо спасибо